Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы снова находимся на кухне и мы будем готовить домашние котлеты из говядины. Для данного рецепта нам необходимо мясо говядины крупный кусок 2 килограмма 200 грамм, хлеб белый пшеничный 350 грамм, для этого мы его вначале замочили в воде, потом всю воду отжали и вылили из кастрюли, а также большая луковица половина и 7 зубчиков чеснока. Для приготовления котлет нам естественно понадобится мясорубка. Вот сейчас вы видите нашу легендарную мясорубку Panasonic. Мы купили ее в 2003 году, она служит нам верой и правдой уже 15 лет и за все это время мы поменяли только один раз ножи. Вот что такое Panasonic. Мы смешали чеснок и лук с хлебом. Теперь мы включаем мясорубку и начинаем все это прокручивать. Мы прокрутили все наши ингредиенты, теперь мы начинаем все это перемешивать. Мы перемешали наш фарш хорошенько и теперь мы снова повторяем еще раз процесс прокручивания. Это для того, чтобы котлеты получились более нежные, воздушные и мягкие. Дорогие друзья, я перемешал фарш, но я хотел бы с вами поделиться одним секретом приготовления котлеты именно из говядины. Но этот способ он не совсем применим, практически не применим к квартирным условиям. То есть мы попробовали один раз, потом мы долго-долго оттирали пол и стены от всего этого. То есть что это за способ? Это берется фарш и отбивается об какую-то твердую поверхность. Но поверьте, мне, вот произведя этот процесс, котлеты получились неимоверно пышные, легкие, и какого-то немного, по-моему, даже совершенно другого вкуса. Но, к сожалению, мы находимся в квартире. Так что готовим так, как я вам показываю. Мы взяли сковородку средней величины, налили туда немного оливкового масла, включили сковородку и ждем, пока она разогреется. Сковородка нагрелась, и мы начинаем процесс приготовления котлеты и укладываем их на сковородку. Немножко поподробнее об этом процессе. Вот мы сейчас выложим количество котлет, которые помещаются на эту сковородку, и на открытой сковородке мы поджариваем сначала одну сторону до появления небольшой корочки, потом мы это все переворачиваем, прожариваем вторую сторону. После этого мы наливаем немного воды и закрываем крышку, чтобы котлеты готовились под паром. Мы прожарили одну сторону, перевернули котлеты на вторую, и судя по количеству выделенной воды, я так думаю, что добавлять нам воду, чтобы готовить под крышкой, под паром, нам не придется, потому что количество влаги в мясе достаточно. Котлеты обжарились на второй стороне, теперь мы, как я говорил, накрываем сковородку крышкой, и процесс продолжается до полного приготовления. Между тем, мы все равно должны следить за этим процессом, и время от времени переворачивать котлеты. Первые котлеты готовы, процесс жарки продолжается, поверьте мне, что это очень вкусно и полезно. Все, кто досмотрел данное видео до конца, ставьте лайки, кому не понравилось мое видео, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал, до свидания, всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok